Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы обсудим, что стоит сделать до патча 8.3. Некоторые достижения уберут, некоторые интересные нововведения произойдут в 8.3, и нам стоит их обсудить. Само собой, каждый человек играет в эту игру для различных целей, с различным темпом. И у каждой задачи будет, скажем так, своя ценность. Поговорим абсолютно обо всех этих пунктах, и я думаю, вы сами абсолютно всё решите, стоит это делать или нет. Первый пункт связан с рейдами. Как мы прекрасно знаем, то что в момент выхода следующего рейда забирают достижения героя своего времени и на кромке лезвия. Их нельзя будет сделать, поэтому если вам хочется получить это достижение и радоваться его получению во вкладке «Великие подвиги», во вкладке «Рейды», то, конечно, стоит убить Асшару в героическом и мифическом формате. Второй пункт связан с ключами. Есть два достижения, которые можно получить в каждом сезоне за закрытые ключи. Это десятые ключики и пятнадцатые ключики. Если вам хочется получить два этих достижения, то, само собой, закройте их в таймер. Третий пункт связан с игровым событием. Пятнадцатилетняя годовщина World of Warcraft. Но я не думаю, что в тот момент, когда выйдет 8.3, вы захотите качать твинков. Сейчас это можно сделать, так как мы имеем пятнадцатипроцентный бонус к опыту. К тому же, не забудьте сделать фестивальных маунтов, а именно маунта Смертокрыла, обсидиановый разрушитель миров, ну и также маунта, который дается за потасовку Месть Корока. Разрушитель миров — это прекрасный маунт, который напоминает Смертокрыло. У него прекрасные горящие пластины. Ну а альтеракский баран, который дается за Месть Корока, самый обычный ездовой, которого найти бы еще в этом списке. Вот он он, такой вот интересный. Четвертый пункт подойдет для тех, кто хочет очень сильно прокачать свою шею изначально, как только выйдет патч 8.3. Суть проста. Нам нужно апнуть 19999 репутации из 10 по парагон репутации с каждой фракцией. Это действие даст нам 40 тысяч силы Азерита, как только выйдет 8.3. В пятом пункте хотелось бы выделить Вульпер и Механогномов. С целью открытия Вульпер нам нужно выполнить достижения на абсолютно все квестлайны в Валдуне, и к тому же нужно прокачать превознесение с жителями Валдуна. Само собой, чтобы это сделать, нужно быть ордынцем. Ну а если вы хотите открыть себе Механогномов, то вам нужно заиметь превознесение с Ржавобольским сопротивлением, а также сделать достижение под названием Угроза со стороны Мехагона. Это делается на любой фракции. Шестой пункт будет очень интересен для тех людей, у кого в текущий момент есть очень много дублонов мореплавателя. Суть в том, что будут добавлены ящики, и с этих ящиков можно будет получить маунта, питомца или игрушку. Это классно, поэтому советую вам немножко придержать эти дублоны, и пока что их не тратить. Седьмой пункт будет полезен для тех людей, кто любит пофармить голдишку в самом начале патча. Люди будут рейдить, люди будут одеваться, людям нужны будут чарки, людям нужны будут сокеты, расходники различные, поушены, фласки. Поэтому продавая руду и траву на аукционе, можно неплохо озолотиться. Либо начинайте собирать ресурсы заранее, чтобы потом их выставить подороже. Ну, либо просто занимайтесь этим при старте 8.3. Восьмой пункт. Замечателен для всех игроков. Я уверен, что кто очень много играет в эту игру, заимел уже очень много легендарных предметов. Ну, как вариант, при зачистке старых рейдов вам могло что-то дропнуть. Или же вы собрали по квесту, например, темную скорбь или клыки отца, или Торисгосу, посох на какого-нибудь там мага или приста себе. Кто-то точно собирал. Так что 8.3 вы можете просто взять и абсолютно все это затрансмагрифицировать. Это классно. Персонажи будут выглядеть элегантнее. И даже у кого-то можно будет встретить Атиеж, недоступный в текущий момент посох. На этом мой список заканчивается. Я уверен, что у каждого есть еще свои пункты. И если таковые имеются, дайте знать о них в комментариях. Ну, а если же вам какой-то из этих пунктов понравился, и вы очень сильно рады его появлению в патче 8.3, то также дайте знать об этом и поделитесь своей радостью. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!